Вот такой через 12 часов получается состояние обратных сторон листьев, которые были обработаны раствором мавкинсок. То есть, началось прибитие с пароношения, хотя вот здесь, где разрез, видите, еще довольно прилично есть. Вот тут же меньше. Здесь вот тоже, посмотрите, меньше. Где еще? Вот тоже самое. Уже заметно такое прибитие. Так, здесь тоже самое. Это спустя 12 часов. То есть, вечером я делал обработку и сейчас уже вот утром хожу, смотрю. Вот основные вот эти вот листики, этот я не обрабатывал, сейчас уберу. Вот он листик, тоже я его показывал вчера. Вот его хорошо видно. И вот с обратной стороны какая ситуация. Ну, я бы сказал, довольно неплохая. Посмотрите. Сейчас, секундочку. То есть, явное прибитие есть и даже чуть-чуть прижжение наблюдается. Но прибитие прям точно видно. Так, здесь тоже, вот смотрите. Вот здесь прибитие довольно, значит, минимальное пока. Видите? С пароношения видно, с пароношения видно. Вот. А прибитие, если только вот здесь, чудимый палец. Поэтому будем дальше наблюдать за ним, за этим листочком. Вот этот листочек. Вот. Сейчас, секунду. Он рядом с этим листочком. В общем, пока результат есть. Вот. Где-то очень хорошо видно. Где-то не совсем. Вот, замечательно. Посмотрите. То же самое. Здесь четко видно прибитие. Вот здесь. Вот лист, смотрите. Видите? С мельдию. Края. Здесь они уже очень даже, даже с прижженецом. В общем, будем наблюдать. Буду я наблюдать за... Это вот у меня гурман ранний. На нем сейчас мы все это дело исследуем. Поэтому вот есть очень характерные листья. Вот по ним мы будем смотреть. На которых я... Вот он, очень характерный лист. Замечательный. Я вчера его тоже в фотографии делал. Вот. И сейчас мы его тоже самое исследуем. Вот. Где-то больше прибитие, где-то меньше. Но грибок еще есть. И вот. То есть, видно. Вот здесь его меньше стало. Вот. А здесь еще вот он есть. Видите, да? Поэтому наблюдаем дальше. Съемка ведется спустя практически двое суток. Ну, двух часов не хватает. Было 20.00. Сейчас я снимаю 18 копейками. Вот. И я сейчас пройду по этим же листьям. По этой листве, которая была с обратной, с внешней стороны. Вот. И вы посмотрите, значит, какие есть изменения. Сначала просто я буду показывать. И пойдем, значит, вот с левого стороны. Смотрите. Вот поражение. Это, значит, пятно глянцевое, желтое. Вот обратная сторона. Есть небольшие прижжения, видим, на концах. Вот здесь вот видите, что он милдью практически прибит. То есть спорношения вообще никакого нет. Сейчас я чуть увеличу его. Следующий лист. То же самое, видите? Желтые пятна милдью. Переворачиваем. Переворачиваем. Смотрим. Видим довольно-таки прилично прибитый милдью. То же самое. Значит, никакого белого такого налета, как обычно бывает. Здесь вот на концах, вы видите, да? Два кончика, которые были поражены милдью. Вот фотографии там уже были. Вот. То же самое. Полное прибитие милдью. Следующий довольно прилично пораженный лист. Там я фотографию размещал как раз его и с вот этой стороны, и с обратной. Там хорошо можно будет увидеть, какая была, вернее, уже посмотрели, сторона перед обработкой через 12 часов и вот сейчас почти через двое суток. Вот смотрите, какая ситуация. Вот такая ситуация. То есть есть прибитие. Ну, значит, небольшое, небольшое вот такое какое-то ощущение, что милдью, оно как бы, вот посмотрите, где, да? Все равно еще какой-то налетик остается. Вот по тем местам, где было меньше, вот уже полностью сожжено. Здесь тоже. А вот в этом месте, значит, большое спорношение. Пока полной гибели, значит, я не вижу. Но все равно довольно все нормально. А дальше вот он лист. Тоже один из самых сильно пораженных. Вот посмотрите, сколько тут здесь этих самых пятен масляных. Не масляных, вернее, а глянцевых. Вот. И обратную сторону беру. И вот смотрите. Насколько здесь все. То, что было белое. То, что было белое. Практически все прибито. Я думаю, что дальше будет прибито полностью все. Дальше. Вот еще листик. То же самое с прибитым. Видите? Никакого спорношения практически нет. Здесь более-менее нормально все было. Вот они листья. Более-менее пораженные тоже. Видите? Вот я вам показываю. Это вот такое. Просто вот видно, что пятно. Но никакого спорношения здесь нет. Здесь уже пожженая. Вот он, милдию. Видите? Полностью пожженный участок. Потихоньку гремит у нас. Подходит. Дождичек с грозой. Вот еще то же самое. Смотрите. То есть, ну, так называемый, я все-таки его называю, эффект прибитым милдию. То есть, получается, что спорношение практически прекращается. Вот. То есть, выжигается, выжигается. И плюс грибок. Нету такого белого налета мицелия. Как обычно бывает, когда он распространяется. Когда он благоухает. Вот, кстати, этот бутыль ММФК. Значит, 20 грамм на 2 литра. И Тавиджет 10 грамм на 2 литра. Ну, это вот стандартная доза. Если на 10 литров посчитать. То получается у нас 100 грамм монофосфата и 50 грамм Тавиджета. Здесь что? Вот он тоже. Смотрите, какой характерный лист. Вот. Полностью мельдюшный. Вот. Переворачиваем его. И смотрим. То же самое. Очень хорошее. Посмотрите, выжигание. Все есть. Здесь такая же ситуация. Ну, в общем, не будем затягивать. Вот он листик. Вот. Смотрим. Посмотрите, как выжжено все. Замечательно. Именно вот по, где был мельдию, все это выжигается. Вот остались все участки. И они тоже, я думаю, будут довыжжены. Вот оно. Пожалуйста. Вот этот лист тоже есть на фотографии. Вот он. Прижженный. И переворачиваем. Вот такая вот картина замечательная. И заключительный. Давайте еще посмотрим лист. Вот тоже самое. Посмотрите. Прижженная. Сейчас я сделаю рукой. Вот. Все. Прижженно. Все видно. Так. Начинает капать дождь. Значит, какие будут мои выводы по данной обработке. Потому что очень хорошо можно посмотреть. Вы видели. До обработки листья. После 12 часов. И сейчас, спустя двое суток. Значит, смесь монофосфат калия плюс тявиджет однозначно работает по мельдию. Вот. Работает чуть мягче. У меня сложилось впечатление. Чуть мягче, чем просто монофосфат. Почему? Потому что эти выжигания идут медленнее по времени. И они более такие нежные. Получается. То есть, не до конца выжигается. Вот здесь вот это вот спороношение нет. Но вот этот вот участок остается. То есть, желтый. И, я не знаю. Идет на нем фотосинтез? Не идет. Ну, то есть, более щадяще работает по листу. Еще мне показался такой момент. Но сейчас менее заметно. Вот я днем подходил. Вот эти вот прижигания. Они как бы на красный кирпич похожи. Такого красного кирпича цвета. Если присмотреться. То, когда я работал монофосфатом. Тоже делал фототаблицы. В 19-м, 20-м году. Вот, когда исследовал монофосфат против мельдию. То там более коричневый. Вот. Сейчас отсюда покажу. Вот, посмотрите. Такая вот. Красного кирпича. Больше как бы ни ассоциации нет. Вот. Когда жгет монофосфат один. То он жгет в основном коричневым цветом. Это вот такой цвет красного кирпича получается. Но однозначно работает. Работает более плавно. Вот. Более, так сказать, аккуратно. Но эффект у него получается довольно долгоиграющий. В прошлый раз я снимал. В прошлый раз я снимал. То есть, порядка 10 дней он держит вот эту ситуацию точно. Там на 11-й день. Через 11 дней я снимал прибитый мельдию. 11 дней был после обработки. Здесь прошло 2 суток. Поэтому по моим пока... В зависимости, конечно, от погоды будет зависеть. Потому что и дожди, допустим, если будут, или там сухо. Но вот в тех условиях, которых было, значит, в районе 10 дней виноградник можно держать за счет такой обработки. То есть, мельдию не будет распространяться. Вот такие мои выводы. Так, капает потихонечку. В общем, я думаю, что пока перспективу я вижу. Всем мира и добра. С вами был Виноград Центр.